Более 30 замечаний поступило в адрес разработчика проекта строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Они были зафиксированы в ходе общественных слушаний, которые состоялись в онлайн-формате. Тему продолжит Алина Ваучейская. Общественные слушания по проекту оценки и воздействия на окружающую среду при строительстве эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения прошли на площадке администрации Заполярного района. Ввиду ковидных ограничений проводились они в режиме онлайн на площадке Zoom. Впрочем, несмотря на такой формат, дискуссия получилась довольно живой и горячей. К конференции подключилось несколько десятков экологов, представителей исполнительной и законодательной власти, общественников, журналистов и просто неравнодушных жителей Ниньинского округа. Нельзя рассматривать этот проект отдельно от всего комплекса разработки Кумжинского месторождения. Но это неправильно, потому что мы тем самым искажаем картину полного воздействия разработки этого месторождения на ту территорию, на которой она собирается происходить. Обсуждали оценку воздействия на окружающую среду. Сейчас объясним, что это такое. Термин взят из международной практики. В соответствии с Федеральным законом России об охране окружающей среды, ОВОЗ – необходимая при планировании любой хозяйственной деятельности в природной сфере процедура. Она позволяет оценить характер, интенсивность и степень опасности влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения. Экологи отметили, что рассматривать проект нужно в комплексе, а не по отдельности. Особую обеспокоенность выразили представители Всемирного фонда дикой природы. У людей, у общественности, у экспертов множество вопросов, которые связаны именно с освоением, для чего оно осваивается, что будет конечным продуктом, как это будет транспортироваться, этот конечный продукт. Вот эти все вопросы, они не были вчера озвучены и получены. То есть мы рассматривали только материалы ОВОЗ. Но мировой опыт и наш лучший опыт отечественный показывает, что надо вот такие подобные проекты, прежде чем выходить на общественные обсуждения, нужно дополнительно их освещать, объяснять. За два часа общественных слушаний свое мнение выразили общественники, депутаты, экологи. По итогам слушаний поступило порядка 30 письменных замечаний от профильного департамента граждан и общественных организаций. Разработчики ОВОЗа, научно-исследовательский проектировочный институт нефти и газа, Ухтинского государственного университета, приняли к сведению все поступившие замечания и предложения. Как пояснил исполнительный директор компании-разработчика, их направят в профильные ведомства для экспертной оценки, на основании которой будут внесены правки. По законодательству мы еще ждем, пока все замечания поступят. На данный момент зафиксировано, на мой взгляд, порядка 50 или 70 замечаний. Но они продолжают поступать, мы их все получим в течение 10 дней. Будем отрабатывать, не знаю, как заказчик посмотрит, необходимы ли будут дополнительные какие-то обсуждения, или это будет все направлено в государственную экологическую экспертизу. Свои замечания высказали в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ниньского округа. Без согласования всех этих требований экологических, без прохождения государственной экспертизы, без прохождения контрольных всех мероприятий, контрольно-надзорных ведомств, данный проект не будет согласован для реализации. Ну и более того, хотел отметить то, что решения о строительстве завода на текущий момент его нет, мы его не видим, мы видим только обустройство именно скважинного фонда и вартового поселка. Свою позицию относительно прошедших накануне слушаний по Кумжинскому месторождению озвучил губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный. В оценке проекта было и будет это безопасность людей и сохранение уникальной арктической природы. Никакими деньгами нельзя оценить жизнь и здоровье людей. Кроме того, глава региона отметил, что все проекты разработки месторождений на территории Ниньского округа должны проходить независимую экологическую экспертизу, а затем и процедуру общественных слушаний. И только после всех полученных заключений могут приниматься какие-то решения. Главным критерием в оценке любого инвестиционного проекта будут не суммы инвестиций и налоговых отчислений, а забота о людях, безопасность людей, безопасность жизни и здоровья людей и сохранение уникальной арктической природы. Алина Волчейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.